О Пасхе. Пропова четвертая. Пасху празднует иудеев воспоминание освобождения из Египта и избавления первенцев от смерти. Самое название Пасха означает прохождение смерти. Такое значение оно имеет на языке еврейском. Пасху празднуем и мы, но не как избавление от временной смерти, подобно тем, и не как освобождение от временного рабства, но как совершенное избавление от смерти, как совершенное освобождение от рабства дьяволу. Снесть первенцев миновала тех, которые принесли в жертву прообразовательного агнца и помазали кровью части дверей. Наша смерть, начавшаяся от первозданного человека, минует, не будучи в силах удержать тех, которые вкусили жертву божественного агнца и запечатлены верою в спасительную кровь. У тех земной агнец, у нас же с неба, как у Авраама, когда он имел посланного богом агнца для принесения вместо сына. По истине посланный от бога с неба агнец, принесенный за нас, чтобы более мы не оставались во власти смерти через неодержимого ею Христа. Послан, сказано, был сын спасителя мира, и с небес, говорит, сошел. И креститель свидетельствует о нем, говоря, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Бессловесный агнец не уничтожает греха, а вследствие этого и происходящее от греха смерти. Разумнейший же агнец освободил от греха, уничтожив вместе с ним и смерть. Выводит нас не из земли египетской в землю иудейскую, но в вечное владение от мира тленного. Он агнец, и вместе пастырь, ведущий овец. Впереди, говорит, пойду, введя их к жизни вечной. Начало месяцев у иудеев, заклание в жертву агнца и вывод из Египта. У нас же начало жизни, страдание Христа и удаление со Христом от мира, потому что мы тогда живем, когда умираем для мира. Тогда возрождаемся для Бога, когда оставляем земное рождение. Агнец неделимый, съедаемый в одном доме, в духовной церкви, иначе же нигде не получаемый. Как и плотским иудеям заповедано не выносить мясо агнца из дому. Хлеб пресный был у тех, кто ел Пасху. У нас же общение со Христом при новом, юном и простейшем духе, как новое и просто тесто опреснока. Горькие травы, с которыми ели тогда Пасху, указывали на наши скорби, через которые мы принимаем участие в страданиях Христа. Потому что горькое мучение, хотя бы плод от него был и сладок. Костей агнца не ломали, это закон повелевает, предизображая Христа. Потому что, как повествует Евангелие, никто не перебил святых голений Господа, да сбудется Писание, кость его не сокрушится. Мясо ели ночью, на день не оставляли, потому что и смерть Христова воспоминается в настоящем веке. В будущем же является жизнь. Внешний вид евших Пасху, одежда подпоясанная на бедрах, сапоги на ногах, в руках палки, вся обстановка путешественников, приготовившихся к поспешному совершению пути. Для нас же здесь указано приготовление души к переходу из этого мира. Поэтому хорошо приготовленные и сосредоточенные души избегают житейских забот, будучи готовы к божественному шествию на небо. Наше же жительство, говорит апостол, на небесах. Филиппийцам 3.20. В качестве посоха, чтобы опираться, мы взяли веру и надежду на Христа. Зажжем и для наших душ светильник, как для тех зажжен был вещественный светильник. Светильник для душ наших есть закон Христов. Слово Твоё есть светильник ногам моим и свет стезям моим. И сам Господь говорит об этом. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, чтобы когда придёт и поступит, тот час отворить ему. Лука 12.35. Остаётся посмотреть, кто ел Пасху. Никто из необрезанных не допускался к кушению Пасхи. А если были иностранцы или рабы, они должны были обрезываться. Так и никто не может сделаться участником Христа, не обрезывая у себя человеческих излишеств и не очистившись от плотских осквернений, которые мы принимаем от отцов по рождению. Образом такого обрезания было плотское обрезание. Поэтому и пророкам Иеремии было сказано, что должно быть обрезано жестоковыное сердце ваше. Итак, поспешим к блаженному общению со Христом. Сделаемся через это чистыми от мирских зол, чтобы осветиться духовными добродетелями. Никто пусть не обращается назад в мир, но поспешим в вечные обители Христа, чтобы не остаться под рабством начальника века этого, но перейти в свободу Христа, которому слава вовеки веков. Аминь.